Рассказывает оперативник 18 экстремистского отдела УБОП. Рассказывает оперативник 18 экстремистского отдела УБОП. Рассказывает оперативник 18 экстремистского отдела УБОП. С детства им говорили, мы все в состоянии относиться к другому человеку, как к брату. В каком-то смысле все мы, братья, и есть. Но другой человек может стать мне братом только в том случае, если у нас с ним один и тот же отец. А если никакого отца на свете не существует, то все разговоры о братстве – пустой звук. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Сперва был Шульц-88. Для своего времени бригада была действительно номер один. Бодрые, энергичные, с четкой идеологией и строгой дисциплиной. За год они натворили больше, чем остальные бригады за всю жизнь. А потом пришли мы и всех их приземлили. Остатки Шульцев перегруппировались и вошли в Мэтт Краут. Теперь они стали действовать совсем другими методами. От примитивного уличного хулиганства перешли к действительно серьезным акциям. Для прикрытия каждый раз подписывали местную гопоту, а сами растворялись в воздухе. Но потом пришел момент, когда мы приземлили и их. И тогда самые решительные создали совершенно новую структуру. Главными там были Леша СВР и Дима Кислый. Между собой эти двое познакомились еще у Шульца. Оба входили в самый первый состав его бригады. Оба 84-го года рождения. То есть тогда им было лет по 18. Оба очень упертые. Но по-человечески ничего общего между ними не было. Кислый жил в центре. Семья у него в принципе благополучная. Отец – бывший офицер милиции. Сам Кислый тоже пробовал учиться на юридическом факультете. Деньги в семье всегда были. А СВР родился на окраине. Никакого образования получать и не пытался. И вообще рано остался сиротой. Сперва его воспитывала мать, но она умерла. Потом умерла и Лехина бабушка. Так что он остался вообще один. Тем не менее, эти двое сошлись. Из Шульц-88 они вышли уже вместе и вместе же пришли в Мэткраут. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Главное, что интересовало парней, с которыми общались Кислый и СВР, с утра пораньше нарезаться пивом, попрыгать под группу «Коловрат», а после концерта запинать всех встреченных черных. Эти двое алкоголь не пили принципиально. Занимались спортом. Общались с иностранными единомышленниками. Каждый раз анализировали свои ошибки. И постепенно они стали понимать, просто пиздить черных – это не метод. Система – вот действительно страшный враг. Куда более страшный, чем любые чурки. Чурок победить несложно. А как ты победишь ментов, если они тоже белые и тоже русские, но в отличие от тебя служит не белой идее, а оккупационному режиму. Чтобы добиться реальных результатов, нужно менять методы. Не ломать черепа неграм и хачам, а раскачивать лодку. Дестабилизировать ситуацию в стране. Чем хуже, тем лучше. Единственный способ изменить ситуацию – национальная революция. И парни начали готовить национальную революцию. Священную войну против всего мира. Нынешние белые, типа нас с тобой, для них были таким же мусором, как и все остальные. Понятно, что негров и евреев надо впечь, но и 90% белых необходимо отправить туда же. Потому что это – не люди, а просто мясо. В своем журнале «Гнев Перуна» Кислый как-то писал, «Нам нужны не вы, а ваши дети. Это из них мы воспитаем новую расу. Потому что вас уже не переделать. Телевизор, семья, убогие развлечения, модная одежда, забитый холодильник – если это все, что интересует сегодня белых, то какие же они белые, а не мясо и мусор. Белую расу необходимо создавать с нуля». Рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. «Уже к 2004 году эти двое понимали – крауды – всего лишь клоунада. Конспирации никакой. Возможностей влиять на политику никаких. Прыгнут на черного, попинают и разбегутся. Все это ерунда. Нужно убивать. Помногу и жестоко. Только тогда о тебе будут говорить. Напишут газеты и покажут по телевизору. Только тогда у власти почва уйдет из-под ног». После того, как у Лехи СВР умерли мама и бабушка, парень остался единственным владельцем сразу двух квартир. Одну квартиру он продал. А деньги пустил на дело. Купил четыре карабина «Сайга» и рации для прослушивания милицейских радиовол. На обычных скинов эти двое смотрели теперь только с жалостью. Несколько месяцев они еще участвовали в краудовских акциях, но все это для них было теперь несерьезно. И они просто ушли. Причем из прежних «Мэткрауд» в новую структуру почти никого не взяли. Всего за полгода они создали совершенно новую структуру. Не скинхедскую бригаду, а глубоко законспирированную и хорошо вооруженную революционную ячейку. Теперь они подбирали себе не бритоголовый молодняк, а совсем других людей. Газеты пишут, будто в их банде было много народу. Но это вранье. Много людей было и не нужно. Пусть будет всего несколько человек, зато решительных и знающих, что хотят. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Например, они всерьез занимались вопросами финансирования. Потому что если у тебя нет денег, то вся твоя революция – пустой звук. Когда деньги от проданной квартиры кончились, ребята решили грабить почтовое отделение на окраинах города. Во-первых, довольно безопасно. Работают только тетки, секьюрити нет, милиция когда еще приедет. А во-вторых, если подгадать момент, когда в отделение привозят пенсии, то сумму можно взять вполне приличную. Выглядело это как криминальное чтиво. В горнолыжных масках со стволами наперевес они вваливались в помещение, щелкали затворами и орали «Всем лежать, сосать, бабки в мешок, кто рыпнется, завалю!» Установить удалось 4 эпизода. Сколько их было всего, до сих пор неизвестно. Один раз они вломились в фотоателье и взяли там какие-то копейки. А в другой раз ограбили почту и унесли почти 7 тысяч долларов. Что, в общем, для начала революционной деятельности уже неплохо. Рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УПОП. Сперва их было шестеро, потом девять, а под конец вроде бы 11 человек. Сколько точно, знали только сами руководители. У Шульца и в Мэтт Краут все направо-налево хвастались подвигами. По большому счету, именно на этом все они и сели. А здесь конспирация была настолько жесткая, что докопаться до правды невозможно даже сейчас, когда все кончилось. Они собирали оружие. На обысках у них было изъято несколько стволов. И самодельных, и фабричных, и современных, и времен Второй мировой. Кислый умудрился сделать себе лицензию и мог вполне легально скупать охотничьи ружья и карабины. Ходили разговоры, что они занимались пиротехникой и готовили взрывы. Не знаю, насколько это правда, но все разрешенные для частного хранения виды оружия у них были. Парни всерьез готовились к затяжной партизанской войне. А главное, эти двое меняли самих себя. Оружие и патроны вряд ли помогут в борьбе, если к ней не готов ты сам. Когда потом у Кислого будут проводиться обыски, то в его дневнике найдут запись. Убивать арбузников бессмысленно. Все решат, будто это внутренние криминальные разборки самих черных. Нужно убивать иностранцев. Только это сегодня способно вызвать общественный резонанс. Нужно постоянно быть готовым к убийству. Этот мир показался им несправедливым, неправильно устроенным. Да и кто скажет, будто нынешний мир по-настоящему хорош. Парни начали переделывать его на свой манер. А потом обнаружили, что дело даже и не в мире, а в том, кто этот мир устроил. И бороться нужно именно с ним. Ведь такая задача по плечу только подлинным героям. Тот, кто в самом начале взялся обустроить этот мир, допустил множество ошибок. Зачем он сделал так, что на свете есть разные люди? Чужие локти больно впиваются в бок. Множество чужих ног наступает на твои собственные ноги. Тебя постоянно окружают ужасные чужие лица, которые не вызывают ничего, кроме раздражения. И обязательно придет момент, когда ты почувствуешь в ушах опять пульсирует ненависть, которая одна только и способна дать ответы на все вопросы. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Один раз парни поехали осматривать место для очередной акции. Дело было у черта на рогах, на городской окраине, вроде улицы Калантай. Они приехали и к ним почти сразу доебались трое местных гопников. Типа, что-то, ребята, мы вас не знаем, да с какого вы района, да нам такие здесь не нужны. И Кислый с Лехой их просто зарезали. Двое потом месяц провели в реанимации и выжили с трудом. А третьего Кислый искромсал просто в куски. Спасать там было уже нечего. Больше пятидесяти дырок. Свидетель рассказывал, что он бил его ножом, а тот хрипит, пытается руками прикрыться и выдавливает. Что ж ты делаешь, пацан? Ты же убьешь меня. И, глядя ему в глаза, Кислый совершенно спокойно проговорил. А я и хочу тебя убить. Хочу, чтобы такого урода, как ты, никогда больше не было на свете. Рассказывает оперативник восемнадцатого экстремистского отдела УБОП. Они были умные и начитанные парни. Не употребляли алкоголь, не курили и каждое утро пробегали минимум десять километров. И при этом они были абсолютными инвалидами. Потому что ненависть полностью высосла этим парням мозг. Рассказывает оперативник восемнадцатого экстремистского отдела УБОП. Мне звонят и спрашивают, знаешь, вот таких ребят? И называют две фамилии. Я говорю, одного вроде бы нет, а вот второго я пытался приземлить, когда скины пихали в двух чурок под поезд в Александровке. А что? Ты не поверишь, их вместе с Кислым чисто случайно тормознула патрульно-постовая служба. Просто внешний вид ребят не понравился и решили проверить документы. Кислый сгибался, ушел через дворы, а этих двух взяли. И что? С собой у ребят был пистолет ТТ, патрон в стволе и, как утверждают, их повязали в момент, когда пацаны шли грабить почтовое отделение. Причем до этого они уже успели ограбить одно фото от Илья и три почты. Как это? Три почты? А вот так. Приезжай, сам все увидишь. вся эта история продолжалась уже несколько лет. Когда оперативники только начали заниматься скинхедами, то почти ничего о них не знали. Но время шло, они учились на своих ошибках, а эти ребята на своих. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Кислый и СВР были ближайшими приятелями. Но когда мы прихватили основной состав Мэтт Крауд, Леха предпочел получить свои три года, отсидеть и потом выйти чистым. А Кислый пустился в бега. Он не являлся по повестке, не жил дома и где его искать было совершенно непонятно. Вместе с ним скрывался и сам лидер Краудов Руслан Мельник. По этим двоим дело было выведено в особое производство. Приземлить обоих активистов мы пытались еще пока шел суд. Иногда появлялась информация парни будут там-то и там-то. Однако взять их нам так и не удалось. Декабрь 2005-го. А потом одно за другим произошли два события, после которых история вырулила таки на финишную прямую. Сперва 14 декабря 2005-го года суд вынес приговор по делу Мэтт Крауд. Все подсудимые получили реальные сроки. Даже те, кто находились под подпиской, отправились в колонию поселения. А всего через три месяца после этого, 6 апреля 2006-го года, неизвестный стрелок убил сенегальского студента Лампсара Самбу на 5-й Красноармейской. Ружье со свастикой и надписью «Власть белым» круглые сутки показывали по телевизору. А для оперативников началась вообще круглосуточная работа. Лампсар Самба был застрелен из помпового ружья ТОС-194. Эта модель была разработана лет 10 назад для лесников и охотников. Рукоятка, как у револьвера. Приклада нет. Ружье не самозарядное. Чтобы перезарядить, нужно щелкнуть расположенным под стволом цевьем. Впрочем, из пяти заряженных в ружье патронов израсходован был только один. Тот, что пробил череп парню из Сенегала. Номер на ружье был забит, но кое-какие цифры разглядеть было возможно. Из особых примет на ружье имелись несколько надписей и треснувшая скоба, скрепленная двумя болтами. Надписи были нанесены буквально за день до выстрела, а вот трещина вполне прокатывала за особую примету. Ружье было единственной зацепкой, и потянув за эту ниточку, следствие все-таки вышло на стрелка. Рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. Когда убили сенегальца, для всех отделов началась круглосуточная работа без отгулов и выходных. В тот день я тоже ушел с работы, как обычно, в 23.30, но едва отъехал от конторы, мне перезвонил начальник. Давай обратно. Установили, кому принадлежит ружье. Я разворачиваюсь и еду обратно. В отделе сидит задержанный. Парня зовут Слава. Какое-то время тому назад он работал охранником в магазине детского питания «Здоровый малыш». А его сменщиком работал Леша по кличке СВР. Ребята подружились, и в результате Слава продал ствол новому знакомому. Слава, ты точно помнишь? Это точно был СВР? Да говорю вам, он. К тому времени Леша уже сидел в выборгской пересыльной тюрьме и ждал отправки в колонию поселения. Он получил срок по делу группировки Мэтт Крауд. Пока шел суд, Леша аккуратно являлся на заседание. Его приятели Мельник и Кислый предпочли скрыться, пустились в бега и были объявлены в международный розыск. А СВР прятаться не стал. Посещал все заседания, отвечал на вопросы судьи, получил свои три года и спокойно уехал в Выборг. На следующий день после беседы со Славой с самого утра я еду в Выборг. К нам выводят Леху. Выглядел он теперь как герой боевика категории Би. Отрастил бороду весь в татуировках арийское братство. О, говорит, какими судьбами. Здорово, Леха, я тебе новый срок привез. Он не спросил за что, он спросил зачем. Как это, Леха, зачем? Ты ведь слышал, что сенегальцы застрелили? Слышал. Телевизор у нас здесь есть. А о том, что нашли человека, которому принадлежит ружье, тоже слышал? Нет. Об этом по телевизору не говорили. Ну так я тебе вместо телевизора все расскажу. Ля-ля, тополя. Жил да был паренек, работал охранником в магазине Здоровый малыш. Там он познакомился еще с одним охранником по имени Слава и купил у него ружье. Понимаешь, о ком идет речь? Он сидит, слушает. Отвечать мне не собирается. А я ведь, Леха, тебя имею в виду. Это из твоего ружья сенегальцы застрелили. Ну и что? Я к тому времени уже сидел. А вот это, Леха, фигня. Соучастие мы тебе в чинить все равно сможем. Какое соучастие? Я в тот момент в крестах был. Ну и что? Ружье-то по-любому твое. Где гарантия, что все это не с твоей подачи случилось? Нет никакой гарантии. Сам все понимаешь, так что собирайся, поедешь обратно в кресты. А нужно сказать, что в следственном изоляторе ему сиделось очень нелегко. В хате Леха сразу не очень правильно себя поставил и потом за это страдал. Бандоса ведь идейных не любит. Тем более таких, как СВР. У него же вся кожа в свастиках. Так что ехать назад туда, где его так сильно плющили Лехе очень не хотелось. Сразу было понятно, сидеть ему предстоит в той же самой камере и на этот раз плющить его будут еще сильнее. Слушайте, засуетился он, не надо крестов. Не надо? Продал я ружье. Кому? Уж как не хотелось ему признаваться, но пришлось. Ну да все равно, ружье я продал кислому. Я знал, что именно ему, но все равно очень обрадовался. Кислому сходились все ниточки. Хуршеду Султонову убили ровно в том дворе, где он был прописан, практически под его окнами. И арестованные по делу о нападениях на почты указывали тоже на него. А теперь мы еще и точно знали, кто стрелял в Сенегальце. Рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. А где-то за неделю до вынесения приговора мне звонят. Слушай, ты ведь интересуешься остатками краудов? Есть такая фигня? Приезжай, тут для тебя есть интересная информация. Я приезжаю, там сидит человек, который рассказывает действительно интересные штуки. Ты ищешь кислого? Ищу. Твой кислый позавчера похитил девушку. Похитил? Они требовали выкуп, отправили девчонку за деньгами и та сбежала. Это точно был кислый? Точно. Кроме него в похищении участвовал Руслан Мельник, а также Бен Шерман, Камар, Петя и Кефир. Знаешь таких? Ха, конечно знаю. Это все, что после задержаний осталось от Мэтт Краут. Петю привлечь не удалось, до сих пор засранец бегает на свободе. Бен Шермана я перевел в свидетели, остальные у меня на подписке. Ну так займись. Получить от Пети хоть какие-то показания я пытался еще до того, как дело Мэтт Краут было передано в суд. Но он только повторял, вы не тех ловите, не с теми боретесь. Под конец я ему тогда сказал, знаешь, Петя, земля-то круглая, думаю, нам еще предстоит пересечься. Тогда у меня на него ничего не было. Притянуть его вместе с остальными я не смог. А теперь оказывается, что этот парень участвовал в похищении. Ну что ж, значит, есть на свете высшая справедливость. Как девочку зовут? спросил я. Мне были даны координаты, и я поехал к ней. Ситуация по ее словам была вот какая. Девочка шла с учебы, рядом остановилась машина, из которой выскочили парни и запихали ее вовнутрь. Сперва с ней разговаривали просто на лестничной площадке близлежащего дома. Один из похитителей достал шприц и говорил, что заразит ее неизлечимой болезнью. Кислый угрожал ей ножом и требовал бабки. Забрал сумочку, вытряхнул оттуда все на пол. После этого разговора ее отвезли на хату. Адрес или хотя бы район города она назвать не может. Была в состоянии шока, ничего не видела. На хате ее какое-то время держали в заперти. Помимо нее там находился парень, которого похитители пиздили так, что страшно вспомнить. Называли они его Огурец. Всей этой публикой я занимался уже несколько лет подряд. Картинка в мозгу сложилась почти сразу. Огурец это один из двух братьев, ранее входивших в бригаду Шульц-88. Да и с остальными мне все было более или менее ясно. Непонятно одно, зачем весь этот балаган понадобился прямо в то время, когда крауды ходят под судом. Ты слышала, что они там требовали с Огурца? С Огурца, по словам девочки, они требовали 20 тысяч рублей. С нее самой 400 долларов. Вроде бы немного, но она не знала, где взять эту сумму. Поэтому, когда похитители отправили ее за деньгами, она просто сбежала. Ты точно не можешь показать квартиру? Не могу. Действительно, не помню. На обратной дороге они мне еще и шапку на глаза натянули. Ладно. Она рассказала, я записал. Но что со всем этим делать, совершенно непонятно. С точки зрения процессуального кодекса, полученная информация ничего не стоила. Хрен знает кто, хрен знает куда и хрен знает зачем привез девочку. Не могли бы вы возбудить дело? Прокуратура с такими основаниями просто рассмеялась бы нам в лицо. А раз уголовного дела нет, значит никаких следственных действий произвести я не могу. Ни опознаний, ни задержаний. Ничего. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Чтобы человек признался по-настоящему, его необходимо задержать. Чтобы заставить признаться, нужна долгая и тяжелая работа, проводить которую нужно в крестах. И так, чтобы никто не мешал. Просто привезти человека в отделение и сказать «Мы все про тебя знаем», сейчас же, сука, колись, затея бесперспективная. Настоящие преступники в жизни не расколются. Не та публика. Тем более, что преступление тяжкое. Какой дурак сам станет на себя вешать похищение человека? Рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. Первое, что пришло мне на ум, дать девочке денег и попросить задержать ребят в момент передачи. Но там, очевидно, что-то заподозрили. И до окончания суда насчет денег никто к ней не обращался. Ладно. Приговор по делу Мэтт Краут должны были вынести 14 декабря. На заседание должны были явиться двое из четырех похитителей Кефир и Камар. Немного, но хоть что-то. Ясно, что брать их нужно именно в этот день. Потому что если не возьмем их сразу, то потом вообще никогда не найдем. Дома эти парни давно уже не жили. Заскочит иногда переоденутся, а потом ищи-свищи. Но как брать? На основании чего? Мы приехали на суд и выставили засаду. Единственное, о чем я думал, условно они получат или реально. Если условно, то о расследовании похищения можно забыть. Если сегодня мы их не возьмем, то потом они никогда в жизни не признаются. А вот если дадут реально, на наше счастье им дают поселение и арестовывают прямо в зале суда. Узнав об этом, я от радости так треснул кулаком в стену, что чуть не сломал руку. Вот теперь мы их точно расколем. Я тут же беру бригаду и мчусь в кресты. Начинаю работать с кефиром и комаром. Очень нехотя. Очень не сразу, но протечку они все-таки дали. И через несколько дней я узнаю адрес квартиры, где ребята держали похищенных. Рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. Когда мы пришли на квартиру, там уже было пусто. Причем, если уж совсем честно, то это был наш прокольчик. В мероприятиях помимо нас была задействована еще одна милицейская служба. И они засветились. Консьержка стала звонить хозяевам квартиры. А что это вашими жильцами милиции интересуется? Те удивились и отзвонились парням. А что это вами милиции интересуется? На что парни только пожали плечами. Какая милиция? Ничего не знаем. Через секунду после этого звонка они покидали вещи в чемоданы и растворились. Единственная ниточка, которая могла привести меня к кислому, порвалась. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Комар и кефир сидят в крестах. Да только толку от этого немного. Мельник, как и раньше, в бегах. Кислый, тоже в бегах. И как их ловить, совершенно непонятно. Вечный федеральный розыск. А теперь, кроме них, бегать начали еще и Петя с Бен Шерманом. Руководство начинает хмуриться и задавать вопросы, типа того, что стоило ли дело открывать, если теперь из всей преступной группы только двое задержанных. И вообще, когда же появятся хоть какие-то результаты? Весь отдел имеет бледный вид, скрипит зубами и пытается нащупать хоть какие-то ниточки. Но у каждого из оперативников, помимо этого, есть еще какие-то дела. Так что, все это постепенно становится рутиной. Рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. С квартиры у нас ничего не вышло. Но я смог установить машину, на которой парни катались, совершая свои похищения. Красная Ауди 80. Я знал даже номер, но где искать эту машину тоже вопрос. Таких Ауди у нас в городе почти тысяча штук. Проверить все подряд потрачу несколько лет. И вдруг мне звонит человек. В четверг на хату приедет Петя. Сегодня среда. Я смотрю на часы. Почти полночь. Значит спать опять не придется. Единственное, что я у информатора смог спросить, зачем он туда попрется-то? Заселяясь в квартиру, они привезли туда стиральную машину. Теперь Петя должен ее из квартиры забрать. Стиральная машина, какой бред. Но сама новость была отличной. Рано с утра мы выдвигаемся в засаду. Квартира располагается в районе Автова. Экипажем из трех человек мы ехали по проспекту с тачек. И я все не мог успокоиться. Сам ли Петя приедет за машиной? А вдруг приедут грузчики? Тогда наверняка придется следить, куда они эту машину повезут. Поймать Петю было необходимо. Причем этот шанс был явно последним. От всего этого голова просто разрывалась. Когда мы проезжали мост между станцией метро Нарвская и Кировским заводом, в потоке машин я заметил красную Ауди 80. Эти машины довели меня почти до психоза. Они даже снились мне по ночам. Теперь, увидав эту тачку, я сразу стал дергать нашего водителя за рукав. Номер? Какой номер? Ауди мы уже обогнали, но я говорю напарнику, стой, надо вернуться, пусть Ауди нас обгонит. Заколебал. У каждой встречной Ауди номер разглядываешь. Я объясняю, машина той марки и того цвета, что мы ищем. Плюс, приблизительно в то же время и в том районе, где должен быть Петя. Ну что, им сложно притормозить и посмотреть номер? Ауди нас обгоняет, и мы все втроем смотрим на номер, и напарник шепчет, твою мать! Это был их номер, и тачка их. Я не мог поверить, что наконец нашел эту машину. Давай за ними, только медленно. Нужно было быстро сообразить, что делать. Туда они едут или не туда? Стоит ли дать им доехать до квартиры или попробовать брать прямо здесь? Ну его нахер, говорю я. Станем брать в квартире, еще сбегут. Соседи, погони, крики. Зачем все это? Крепить будем на светофоре. Понимаешь, что бы там не показывали в кино 99% времени, нормальный опер проводит, сидя за письменным столом и копаясь Собственно, кроме бумажек мы почти ничего и не видим. Входящий номер такой-то и сходящий такой-то. Чтобы провести всего одно задержание, мне приходится исписать минимум 3 километра бумаги. А тут? На красном светофоре их машина останавливается. Мы с разгона бьем их сзади. Распахиваем дверцы, выбегаем с пистолетами, я с одной стороны напарник с другой, краем глаза успеваю различить, что на сидении пассажира сидит здоровенный такой кабанище. Я распахиваю дверцу водителя, за шиворот вытаскиваю парня, тыча ему в затылок пистолетом и ору. Фамилия! Я сказал фамилия, сука, застрелю! Мне нужен был Петя, но этот парень был явно не Петей. Со спины я его не узнал. Ору, а сам аж холодею. Не того взяли. Это не он. Он лег на асфальт мордой, трясется весь. Я надсаживаюсь. Фамилия! Он называет свою фамилию, и я аж выдохнул. Он. Петя. Все верно. Фу, блядь. А пассажир пытается кулаками махать. Как потом выяснилось, это был Шурин Руслана Мельника, муж его сестры. Напарник ему стволом в рожу тычет. Милиция, ты не понял? Дернешься, пристрелю нахуй и глазом не моргну. Лег быстро. Короче, его тоже повалили. Прохожие были в полном шоке. Сперва, когда мы протаранили их тачку, кто-то пытался орать и сигналить. А когда увидели людей со стволами, все быстро заткнулись и объезжали место столкновения аж по тротуару. Особенно смешно было то, что когда мы въехали им взад, Ауди дернулась и ткнула стоящую впереди машину. Плюс, когда я вытаскивал водилу, тот сдуру дал по газам. Короче, впереди стоящую тачку раскурочили мы довольно здорово. А там ехал тоже милиционер, сотрудник районного отделения. Как выяснилось, эту машину ему только недавно дали за хорошую работу. Три вмятые машины в ряд, вокруг пробка, на земле лежат люди с заломанными руками, мы стоим со стволами наперевес, а этот милиционер бегает вокруг и причитает, ах, моя машина, ах, моя машина. Ладно тебе, сказал я ему, ты же тоже работаешь в органах, должен понимать, что происходит. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Все это произошло в самом конце марта, а 6 апреля застрелили сенегальца и все завертелось с бешеной скоростью. Из Москвы приехала спецбригада, начальство стояло на ушах и все теперь требовали результатов. Шурина, сидевшего в машине, пришлось отпустить. А вот Петю мы закрываем. Основной подозреваемый у нас есть. Следственные действия проводятся. Люди дают показания. Мы постепенно устанавливаем остальных подозреваемых в похищении, следователь выписывает нам обыски. Рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. Выйти на Кислого мы так и не сумели. Зато получили расклад по остальным членам банды. Я отправился крепить Бен Шармана. Входить в квартиры договорились в семь утра. В семь все на месте. Стоим прямо в парадной, но нет следака. Мы ему звоним. Ты где вообще? Я заблудился в этих чертовых новостройках. Сейчас буду. Мы топчемся перед дверью. Вдруг я слышу с той стороны мужские голоса и первая мысль. А вдруг там Кислый? К тому времени этого парня искала уже вся милиция города. Все уже знали, что переполох последних нескольких лет его рук дело. Взять Кислого было первоочередной задачей. Теперь я стоял под дверью и думал. Дома парень не живет. Но ведь должен же он где-то скрываться, не так ли? Ясно, что он прячется по приятелям. И почему бы не у Бен Шермана? Если бы мы взяли его прямо сегодня, то весь этот сумасшедший дом последних недель сразу бы кончился. На всякий случай я достаю пистолет. Патрон загоняю в ствол. И слышу, с той стороны начинает поворачиваться ключ. Следака по-прежнему нет. Обыска на руках нет. Что делать? Прямо передо мной резко открывается дверь на пороге Бен Шерман. До этого парень несколько лет занимался кикбоксингом. Лампочка на лестнице еле горит и сперва он меня не узнал. Но увидев перед собой мужской силуэт, тут же на автомате принял стойку. Я ему пистолет в рыло сую и ору. Лечь! Быстро лечь! Ебалом в пол пристрелю! Про себя думаю. Дернется? И ведь действительно придется стрелять. Потому что если он въебет мне ногой, то я тут и останусь. А он сбежит. Но он испугался, лег и стал кричать, чтобы я не стрелял. Из глубины квартиры выскочила мать. Что такое? Все нормально. Милиция. И только тут подходит следак. Мы проводим обыск, находим какую-то ерунду, Бен Шермана увозим с собой. И очень скоро у нас появляется информация, где именно ближайшим вечером будет Мельник. Возле станции метро Фрунзенская. Он должен был передать приятелю какие-то вещи. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилию. Никаких сомнений в том, что к ночи я смогу поговорить с Русланом у меня не было. Группа выехала на задержание, а потом мне звонит шеф, который надрываясь орет, блядь, твой Мельник ушел. Как это? Супермен хуев положил по экипаже и скрылся. Журналисты потом писали, что дело было в метро. Мол, Мельник голыми руками положил шестерых спецназовцев и спокойно ушел наверх по эскалатору. На самом деле все происходило не внизу, а на улице, рядом со станцией. Хотя все равно в голове не укладывается, шестеро сотрудников не смогли взять 20-летнего пацана. Я не мог в это поверить. В ориентировке я писал вооружен и особо опасен, занимался единоборствами, постоянно на стрёме и никогда не выходит из дома без ножа или баллончика. Те, кто выехал на задержание, не могли не понимать, к кому едут. И что они сделали? Имея на руках такую ориентировку, просто положили ему руку на плечо и ласково сказали «Спокойно, сынок, милиция, дергаться не советую». Думаю, он ударил еще до того, как успел подумать, правильно ли поступает. С разворота ногой рубанул тому, кто положил руку. На него бросился опер. И он сломал оперу руку. У остальных химический ожог глаз. Мельник залил их газом из баллончика. И пока они все валяются, он спокойно ушел через дворы. Нормально, а? Рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. Итог. Все хуево. Мы имеем жалкий вид, начальство орет, а где искать Мельника и Кислого, теперь непонятно совершенно. Май 2006-го. Эта история тянулась уже несколько лет. Когда-то она должна была закончиться. И вот 20 мая 2006-го года все-таки закончилась. Не сразу и даже не очень быстро, но все-таки все встало на свои места. В финале этой истории кто-то получил очередное звание и денежную премию, кто-то тюремный срок. А главный подозреваемый получил пулю в голову. Эта история началась три года назад в 2003-м. Теперь она должна была наконец закончиться. Приблизительно 15 трупов 9 разных национальностей, больше 100 пострадавших, которые отделались больницей, трое убитых среди самих членов движения. И вот теперь дело должно было закончиться. Первым на скамью подсудимых сели Дима Шульц и члены его бригады. По сравнению с тем, что началось позже, Шульц 88 сегодня воспринимаются как безобидные скауты. Никого не убили, не пытались изменить государственный строй, но те, кто стали действовать дальше, впервые перезнакомились между собой именно в Шульцевской бригаде. В 2004-м эти ребята влились в фанатскую группировку Мэтт Краут. С этого момента все стало серьезнее. Никаких хаотичных телодвижений. Каждая акция теперь долго планировалась и была рассчитана на то, чтобы попасть в газеты. Попасть туда было важно. Граждане должны понимать, что национальная революция не за горами. Мэтт Краут провели несколько действительно громких акций, но потом сели и они. После них больших бригад создано уже не было. Парни понимали в большую мишень и попасть проще. Систему нужно бить из-под тишка, разделившись на множество мобильных отрядов. То, что происходило в городе дальше, было делом инициативных одиночек. Дело о погибшем сирийце, дело о насмерть забитом конголесце Ролане Эпосаке, дело об убитых в дачном детях, все это не имело прямого отношения к парням из Шульц-88 или из Мэтт Краут. Но и эти дела тоже были раскрыты. Обвиняемые получили реальные сроки, материалы сданы в архив. К началу лета 2006 года сели почти все. Кто-то, как Паша Псих, соскочил по делу Шульц-88, но приземлился по Мэтт Краут. Кто-то, как Бен Шерман или Петя, соскочили по Краудам, зато сели по делу о похищении людей. Всего было 30 человек. Дольше всего скрывались Мельник и Кислый. Но потом оперативники вышли и на них тоже. Мельника взяли без двух минут полночь 14 июля 2006 года. До этого ходили слухи, что парень уехал из страны, пробрался на Украину, а оттуда выехал в Европу и пропал. Но тут сразу несколько информаторов сообщали, Мельник в городе, такого-то числа он будет в таком-то месте. На этот раз брать Мельника поехала целая спецгруппа ФСБ. Он все равно успел выпрыгнуть из окна второго этажа и потом, когда понял, что уйти ему не дадут, приставил нож себе к горлу и кричал «Не подходите, я зарежу себя, всем стоять на расстоянии, я точно себя убью». Нож выбили у него из рук, самого парня скрутили и увезли. Допустить еще одну промашку с задержанием этого неугомонного типа органы, разумеется, не могли. Рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. «Я был уверен, что не сегодня-завтра возьмут и Кислого. При том, уровне шумихи, который он сам создал вокруг своей персоны, шансов у него просто не было. Я ждал ареста со дня на день, а потом мне позвонили и сказали, что при задержании Кислый застрелен. Единственное, что я мог сказать, «Ёб твою мать», рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. «Не спрашивай, как так вышло. Да, он был опасен. Да, он мог броситься на тех, кто за ним пришел. Но как получилось, что вместо главного подозреваемого мы имеем труп, этого я понять не могу. На Кислого у меня была куча информации. Как положено приличному скинхеду, он пиздил черных и желтых. Гоффмана и Головченко он застрелил собственными руками. Был соучастником убийства Геренко. Плюс, наверное, удалось бы доказать убийство Сенегальца. Он грабил почты, а кроме того, у меня были данные, что парень занимался торговлей наркотиками и имеет отношение к фальшивым деньгам. Все вместе это точно тянет на пожизненное. Если бы мы отправили Кислого в суд, то на волю он не вышел бы уже никогда. Весь остаток жизни провел бы в четырех стенах. Так что, если кому и была выгодна его смерть, то точно не нам. Не нашему отделу. Потому что теперь все мои наработочки можно было выкинуть на свалку. Кислого застрелили, а с мертвых спросу нет. Он отлеживался у подружки в самом конце Васильевского острова. Старался пореже бывать на улице. Смотрел телевизор и видел там репортажи только о себе. Его ищут. На него охотятся. Его хотят выловить, как животное посадить в клетку. Но у них ничего не получится. Точно неизвестно, но вроде бы из дому в тот вечер он вышел, чтобы сходить в магазин и подкупить продуктов. Блочная девятиэтажка. Двумя кварталами дальше начинается Финский залив. И воздух немного пахнет солью. В 15 минутах ходьбы от парадной магазинчик 24 часа. Можно пройти по дорожке, а можно перелезть в невысокое ограждение и срезать угол. Пройти напрямую через территорию детского садика. Самое удобное место проведения досуга в любом окраинном микрорайоне это детский садик. Фасадом на проспект выходят девятиэтажные блочные дома, а у них в тылу обязательно прячется огороженная забором заросшая чахлыми кустами территория детского садика. Часам к шести детей разберут, а на территории можно выпить пивка или просто посидеть с приятелями. Соседи не вызовут милицию, да и пописать в кустах допив пива по-любому удобнее, чем тыркаться по парадным. День был теплый, тихий, безветренный. Он перелез через низкое ограждение, сунув руки в карман и зашагал по потрескавшейся асфальтовой дорожке, он шел в магазин и впереди уже виднелась подсвеченная вывеска. Стоять! Это милиция. Их было четверо. Встали они так, чтобы отрезать ему все пути к отступлению. Четверо. Это не так и много. В принципе, он мог попробовать уйти, броситься с места и попробовать скрыться за угол. Если добежать до угла, то там они его уже не достанут. Точно не достанут. Пули не способны огибать углы. Они всегда движутся только по прямой. Но до спасительного угла оставалось еще метров сто. То есть довольно далеко. А эти четверо не дали бы ему убежать. Они стояли и смотрели ему прямо в глаза. А он стоял и смотрел в глаза им. Из сообщений вечерних новостей. В Петербурге смертельно ранен в голову 21-летний лидер экстремистского националистического сообщества. При задержании он оказал активное сопротивление сотрудникам милиции и вытащив нож бросился на одного из них. Оперативники сделали два выстрела. Первый предупредительный в воздух. Второй на поражение. Преступник умер спустя несколько часов в больнице. Дело о многочисленных нападениях на иностранцев в Санкт-Петербурге можно считать закрытым. Слабый вряд ли решится на ненависть. Ненависть это ведь довольно опасное оружие. Пользоваться им может лишь тот кто по-настоящему силен. В этом мире ты всегда получаешь то, что отдал. Именно поэтому слабаки делятся любовью. Надеются, что и мир ответит им тем же самым. Но нам язычникам распятый бог слабаков не указ. Христианская любовь делает из человека скота. Нашим оружием станет ненависть. Эту жизнь мы обустроим по собственному усмотрению. Сами станем решать что зло а что благо. Сильный может с улыбкой бить миру прямо под дых. Мир конечно же попытается дать сдаче да только что нам сильным его потуги. Будь сильным и бей сколько хочешь. Тому кто бьет лучше других ответный удар не страшен. Субтитры создавал DimaTorzok